В свое время юристы в Пакистане боролись за это, они боролись за вероходство права и за установление демократических принципов, и они выиграли, и победили. Это единственная профессия, которая борется против деспотизма и борется с коррупцией в любом уголке мира. Скажите, а есть ли рецепт борьбы с коррупцией в судах? Вот скажем, на примере Индии, чему могла бы научиться Украина? Ваши цели рекомендации. Как бы вам предложить борьбу с коррупцией в Украине? Может быть, вы можете описать пример из Индии, из индийской правительства, как борьбу с коррупцией? Когда было совершено почитывание в судах или правильную почитывание в юридическом, отчетивание в юридическом, в судебной власти стояли в судебной власти. Когда правительство пытается привести определенные certain amendments in certain acts which were contrary to the interest of the general public, the lawyers fought against. Нужно, когда юристов было снести изменение в законы, который был в разред с нуждами и интересами расстреления, именно юристы ощущали интересы. Должны являются единственным организацией в сообществе, кто может бороться за их право. Блогеры всегда боролись за защиту интересов других, за установление демократических принципов. Спасибо. У меня такой вопрос еще. Я знаю, что вы непосредственно были причастны к Конституции Индии. Я правильно говорю, да? Вы написали книгу, которая называется «Конституция Индии». Знакомы ли вы с главным законом нашей страны, то есть Конституция Украины? И сейчас очень остро стоял вопрос, стоит, вроде-таки спекулятивное наше состояние, об изменении главного закона, об изменении Конституции. Скажите, какие моменты в ней правомерные, совершенные, и какие стоит урегулировать, дополнить, и протестать, может быть, заново? Я знаю, что вы читаете книгу о Конституции Индии. И если вы знаете, есть приключение о том, что вы делаете в отношениях к Конституции? И какие отношения вы думаете, вы думаете, что делать в отношениях к Конституции? Это не неправильно для меня, чтобы мне предложить какие-то моменты в стране, где я не вижу практические проблемы, потому что Конституция в стране, и Конституция должна быть уменьшена в соответствии в зависимости или в зависимости для того, чтобы держать в ситуации. Даже в стране в стране в стране администрации нужны. Но все прогрессивные страны проходят через этот этап, так как Конституция должна отвечать нужно для интересного населения и защищать их. И если это есть необходимость, тогда другое дело. Когда мы собираем Конституцию в определенном стране, ситуация другая, но после 20-10 лет ситуация может увеличиться, и мы можем приобрести более конституцию, как строить страны, в какой плане. Конституция является библией каждого страны. И если можно принимать соответствия с Конституцией определенной страны? Сегодня я был там, когда Министерство, 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 и Министерство Конституции были там. И, в этом году, Министерство, Министерство, я снял, что они решили сформировать Конституцию и уделали наиболее отдельные отношения. И если, во время сегодняшнего форума молодых юристов, Я слышала речь министра юстиции и других представителей власти. И министр говорил о том, что они хотят вести мнение в Конституцию и создать социализированный Верховный Суд помимо существующего Верховного Суда. Однажды, из-за Конституционного Курса Украины, показали, что нет нужды, чтобы привести отдельные специальные силы для создания социализированного Верховного Суда для рассмотрения дел отдельно в каждой сфере. Редактор с Конституционного Курса говорит, что если вы имеете различные специальные силы, для создания социализированного Верховного Суда для рассмотрения дел в каждой сфере, то потом отводит сама необходимость в дистанции Высшего Суда Украины. И так, что если вы имеете различные специальные силы, вы сделаете Суферный Суд без работы. Таким образом, вихраина просто потеряет работу, если все дела будут рассматриваться в каждой области. Я полностью согласен с Суферный Судом Курсом, так как на уровне Верховного Суда не должно быть никаких специальные силы, Мы должны увеличить количество судей, которые смогут рассматривать большее количество судей. Она переписывает Конституцию под себя, под свои личные интересы. Вот сталкивалась ли Индия с такими вот проблемами и как они решаются? В конституции Индии мы получили более 100 изменений, но в каждом изменении мы получили разные изменения. Однажды даже в вот такой случай, что было предложено обнести изменение, а сам прям была Конституция. Тем не менее, Верховный суд постановил, что в прямом Конституции невозможно обнести изменения. То есть, какая другая часть, это может быть деминар, но невозможно обманять.